привет друзья меня зовут виталий и это очередной выпуск блога часах где я затронул следующую тему я довольно часто спрашивают какие я часы купил бы какие часы хочу купить я составил свой список чем мой список отличается от многих списков которые уже существуют тем что я не вносил этот список называемые священные граали которые многие запихивают на первые места в нем нету потеков нету пола нюманов в принципе практически все часы довольно досягаемые ну может быть за исключением двух это не из того что не очень дорогие а из того что они действительно ну супер редки итак начнем первые часы это часы от марки тисо которые были выпущены на 150-летний юбилей это хронограф сертификации хронометра 39 с половиной миллиметров диаметре 12 миллиметров в высоту очень удобные часы принципе это лимитированная версия но как бы лимитированная но она уже не такая лимитированная всего было выпущено восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь часов если честно я знаю некоторые модели у других марок которые не лимитированные но при этом у них выпущено всего по 500 часов поэтому для меня в принципе это не совсем лимитированная версия но часы тем не менее мне очень нравится новыми они стоили две с половиной тысячи евро выпущены были в 2003 году их можно было найти за сумму 1900 от 1900 до 2400 до 2400 евро на бушном рынке в зависимости от состояния и комплектации наблюдая я за ними довольно давно к сожалению все еще не дошли руки до того чтобы их купить потому что я еще все не нашел то предложение которое вы полностью меня устраивало последние пять шесть лет я смотрел разные предложения еще несколько лет назад они довольно часто мелькали на бушном рынке но последнее время все-таки они стали довольно редкими вот сегодня я опять залез в интернет на просторы интернета и нашел всего три предложения два из европы и одно предложение соединенных штатов германии вообще ни одного предложения не нашел поэтому в принципе последнее время их стало достать довольно сложно следующие часы в моем списке это довольно современная довольно актуальная модель это часы от марки hamilton а именно интерматик хронограф с синим циферблатом панда когда его первый раз увидел это было где-то не знаю может быть месяцев 8 назад я наверное минут 10 простоял в витрины они мне ну невероятно понравились я зашел в будик посмотрел его вживую очень симпатичные часы 40 миллиметров в диаметре немного высоковатый 15 миллиметров потому что в них стоит механизм х 31 от hamilton на который основан на механизме если не ошибаюсь 77 50 поэтому именно за этого берется высота 15 миллиметров запас хода на 60 часов новыми часы стоят 1973 евро и на бушном рынке я уже видел предложение 1300 1400 новыми у серых дилеров и можно приобрести за 1700 евро как только появится предложение которое мне устроит я обязательно приобрету эти часы следующие часы в моем списке многие могут посчитать попсовыми но мне все равно потому что но они мне просто дико нравится я очень хочу купить это ролик gmt pepsi новая модель на браслете джюбили стою я на них в очереди с момента их представления на выставке базы ли именно с 2018 года все еще никто не позвонил и в следующие несколько месяцев уж точно никто не позвонит связи с ситуацией вызванной пандемией а именно из того что ролик прекратил пока производства и часовой часы которые и так были в дефиците их станет теперь еще меньше часы новыми стоит 9000 евро на бушном рынке и предложение можно найти от 14 с половиной 14 даже видел наверно тему кому ну очень нужно было продать часы скажем так от 14 до 16 с половиной тысяч евро сейчас они на внутреннем рынке германии висят если же залазит на международный рынок цены там разнятся безусловно все зависит от страны в которой они были выпущены потому что например в германии очень важно номер lc который расшифровывается как ленда код у каждого роликса на карточке стоит определенный номер который говорит о том для какой страны эти часы были предназначены предназначены для продажи это очень сильно влияет для растамаживания этих часов для уплаты пошлины поэтому в германии часы у которых lc100 стоит а номер германии стоит всегда дороже то есть дальше по ценнику идут часы которые были предназначены для европейского союза и потом уже часы которые были предназначены для всего остального мира на сегодняшний день существует уже две различные модификации последнего актуального пепси а а именно mk1 и mk2 чем они отличаются друг от друга последние модификации в mk2 цвета на без или красный и синий стал более ярким стали более яркими и более насыщенными потому что в первой версии они все находят их немного тускловатыми поэтому в принципе в идеале мне очень хотелось бы приобрести именно mk2 следующие часы в моем списке уже мелькали на моем канале это часы от марки радо а именно оригинал дайвер хронограф с белым циферблатом с очень редким белым циферблатом вообще на самом деле сама модель это редкая но именно с белым циферблатом это по-настоящему моби дик их не то чтобы купить их нереально просто найти в интернете для того чтобы просто почитать я ни разу за последние пять пять с плюс лет не видел эти часы в продаже ни одного единственного предложения как бушного так и нового если честно у меня даже несколько раз закрадывались подозрения существовала ли это вообще модель поэтому именно с этими часами неважно есть у вас деньги или нет даже при наличии что у вас очень много денег попробуйте найти эту модель по-настоящему редкие часы у них стоит механизм 7750 сертифицированный хронограф с функцией flyback очень хочется эти часы но как минимум наверное несколько раз в месяц я проверяю все мировые рынки на наличие именно этой модели и у нету интересно то что несколько недель назад я нашел в продаже бушными эту модель но с темно-синим циферблатом которую продавали за 3800 евро со всеми документами в полной комплектации 3800 евро я нахожу для этих часов многовато но если бы это была версия с белым циферблатом то я бы очень сильно задумался от последних часов моем списке я просто без ума это настоящая экзотика потому что от существования этих часов многие даже не подозревают это часы от марки этерна модель royal contiki хронограф flyback с функцией gmt но это очень красивые часы мне повезло один раз увидеть их вживую довольно большие 45 миллиметров 15 миллиметров в высоту я не знаю но них есть но что-то такое особенное но мне просто не хотелось выпускать их из рук ну браво и терна никто не ожидал что она сделает такое такие часы и такую модель с мануфактурным калибром от этерна что безусловно как и плюс так и минус в нынешнем положении терны потому что обслужить эти часы даже по гарантии будет довольно проблематично потому что терна последние годы испытывают большие проблемы с бюджетом на картинках цвета у данной модели довольно яркие синие очень синие красный очень красный но в живую цвета намного тусклее и синий даже иногда смотрится как черный но все равно модель очень интересная часы тяжеловаты и новыми часы эти стоили 7550 евро сейчас их можно новыми найти за 4500 за 4800 евро на бушном рынке не встречаются крайне редко и за все это время видел всего лишь только одно предложение за 3800 евро они были довольно плачевном состоянии но правда комплект был полный карточка была со штемпелем то есть они были официально куплены цена все же высоковато но если учесть насколько это интересная модель и насколько она редко то я уверен многие сочтут ее довольно приемлемой обязательно напишите в комментариях ваш топ 5 список часов на этом на сегодня все берегите себя а мы увидимся с вами в следующем выпуске пока